Мисс Гранд Интернешнл Организация конкурса отличается от всех других, поскольку когда мы только прилетели в Таиланд, нам нужно было две недели сидеть на карантине. Это было безвывозное времяпровождение. Я жила одна, где-то в 30 квадратных метрах. И за все время я вышла два раза на улицу, чтобы сдать тест на ковид. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Гузель Мусина поделилась подробностями рабочего распорядка дня. Я просыпаюсь в 4 утра, собираюсь, крашусь. В 7 утра нам нужно быть готовыми. Мы выезжаем либо на экскурсию, либо на какое-то мероприятие. В общем, всегда есть куда нас ведут. Далее у нас где-то часов до 10-11 происходит активность. И дальше у нас обед. Потом опять какие-нибудь активности. Либо репетиция, либо еще что-то. Далее ужин. Мы приезжаем в отель. У нас есть репетиция в отеле почти каждый день. И иногда мы куда-нибудь ездим вечером. То есть обычно ложусь спать я примерно часов в 12, потому что в это время нас отпускают. Так что каждый день 4 часа сна – это тяжело. Но в этом суть интернациональных конкурсов. Представитель России, студентка Казанского федерального университета рассказала о насыщенной программе международного конкурса красоты. За все это время у нас было уже много мероприятий. Мы побывали в Эмеральде Темпл. Один из самых красивых, на мой взгляд, мест в Таиланде. Это храм буддийский. Нас одели в традиционные тайские костюмы. Было супер атмосферно, потому что помимо того, что мы изучили местность, мы еще изучили, как выглядели тайские девушки. Кузель Мусина продолжает учебу и пишет диплом. В ближайших планах успешно окончить Казанский университет, поступить в магистратуру. В конкурсе 66 участниц со всего мира. Конкурсантки будут презентовать свою родину, выступать на пресс-конференциях, демонстрировать национальные костюмы. Также будут организованы многочисленные фото- и видеосессии, экскурсии и мастер-классы. Непосредственно в финале конкурса девушки выступают с визиткой. Они демонстрируют национальные костюмы, дефилируют бикини и вечернем платье. Презентуют двухминутный монолог на тему «Нет войне и насилию». А также отвечают на вопросы жюри. Победительница Miss Grand International будет ездить в страны третьего мира и пропагандировать отказ от войны и насилия. Илья Андреев, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Продолжение следует...